Рынки и позиция В команду технических аналитиков выступает Вячеслав Абрамов, главный инвест-консультант финансовой группы БКС. Вячеслав, приветствую вас. Приветствую. Первый период, скорее всего, за вами. А именно потому, что играете вы сегодня и вчера, по крайней мере, первый период у нас как в хоккей прошел. С другой стороны, у нас настоящий канадский профессионал, который знает, как оперировать с такой валютой, как канадский доллар. Доллар по кличке Луни, кстати. Доллар канадский пользуется такой слабой из-за непредсказуемости. Феноменальный аналитик Артем Деев, ведущий аналитики инвест-компании A-Markets. Да, счет сложился не в вашу пользу в первом периоде, но лихая беда начала. Главное, что и у вас, как и у вашего соперника, есть деньги. Вы заработали. Поздравляю вас. Собственно, когда мы работаем на рынке, задача не опередить, может быть, соперника, хотя такая задача стоит в нашей программе, иногда в жизни стоит. Задача главная – это борьба с рынком, с этой стихией, обыграть рынок. Как говорят, когда убегаете от медведя, не главное быть первым, главное не быть последним. Так вот, собственно, рекомендация сработала. Сработала по канадскому дулу Артем. С чем вас? Поздравляю. Вы заработали 3%. Мы с вами заработали. Да, я выступаю здесь не только в качестве судей, в качестве ведущего, но и так чисто эмоционально, в качестве вашего инвестора. Я хочу, чтобы мы заработали как можно больше денег. Но вот ваш коллега заработал гораздо больше, почти 2% за день. Если это посчитать в главном выражении, это просто сумасшедшая доходность, можно заработать, наверное, только на криптовалютах столько. Там и больше можно заработать. Можно и больше, конечно, заработать. Можно и больше потерять. Безусловно. Без этого, без риска, как бы, нет и дохода. То есть, доходность, риск. Ну что же, скажем так, вы все-таки производите впечатление удачного трансфера. Действительно, команда технических аналитиков, ее у меня сейчас нет перед собой цифр, но я точно знаю, исходя из сведений моей коллеги Елены Хруповой, которая эту программу постоянно ведет, что технические аналитики существенно проигрывают. Это вчера мы обсуждали, эту загадку мы не можем решить. Я думаю, что вся проблема, у меня есть такая идея, что вся проблема в качестве тех экспертов, которые приходят. Все-таки, как бы, люди подкованные выбирают фундаментальный анализ. Ну, люди подкованные, но, как бы, только с технической стороны выбирают анализ технический. И вам огромное спасибо, что вы поддержали. Кстати, сумму трансфера можете назвать? Или вы все-таки, вы все-таки как свободный агент перешли? Свободный агент. Ну, судя по всему, вы не свободный агент, потому что вы принадлежите в БКС. Так что, ну, ладно, в любом случае, в общем, этот трансфер пока, пока сработал. Давайте тогда уж предоставим вам слово. Ваша сделка удачная. Расскажите, все пошло по плану, либо вы все-таки не доверены и можно было большего достичь? Нет, все пошло по плану. Как я ожидал, был отскок на поддержку. Но мы видели при пробое уровня 160 максимальная цена спускалась в район 159.82. После этого, соответственно, уже цена пошла вверх, отбилась, и сегодня мы наблюдаем дальше рост. То есть уже сейчас котировки в районе 162, там, с половиной. Идея сработала, продолжать мы пока шортить не будем. То есть надо посмотреть, как движение будет дальше по рынку. Да, но судя по всему, вот судя по направленности вашей следующей сделки, вы все-таки свои фундаментальные взгляды на рынок не поменяли. Нет. Ну, не фундаментальные, а не технические, скажем так. Ну, технические там и фундаментальные тоже, конечно. Ну, я предлагаю тогда продолжить вам с вашей новой сделкой. Спасибо, Данил. Спасибо, Данил. Движение 38.2% по Фибоначчи. После этого мы столкнулись с уровнем сопротивления, который сейчас в районе 169.68. И произошел отскок. Я думаю, что сегодня, ближе к вечеру, мы будем наблюдать как раз-таки ту цель, которую я сегодня рекомендую. Это 1940. Ну, может быть, там плюс-минус 5 пунктов. Собственно, ждем результата. Вячеслав, не зная на то, что вы представляете техников, вы все-таки скрытый фундаменталист, мы это знаем. И вот фундаментально, ваша вчерашняя сделка и сегодняшняя сделка, они схожи. Почему? Потому что Сбербанк – это прокси на российский рынок. Да. Индекс ММВБ – это индекс российского рынка. Да. Через какой инструмент вы шортите? Вы имеете в виду именно сейчас? Да-да-да. Индекс ММВБ – это фьючерс. Фьючерс, да. Ну, просто. А в Сбербанк вы заходили без ключевых акций, да? Без фьючерс. А вот если бы вы фьючерс на шортите, какая была бы доходность? Технически, ну, там немного графики отличаются, поэтому… Ну, понятно. Да. И направление-то тоже. Честно говоря, не смотрел. А вы сколько могли заработать на фьючерс? Ну, можно больше, в принципе. Естественно, раз в пять, да? То есть, было бы 10%. Представляете, после этого, я думаю, что никакой Уэйн Грецкий вас бы уже не догнал. Ну, в рамках торговых идей на этой передаче я всегда стараюсь делать рекомендации без ключей. То есть, в принципе, я мог бы и про Сбербанк сказать, так что возьмите десятое ключо и как бы… Ну, естественно. Да. Ну, не каждому дону, для этого надо быть хвалом. Ну, вы-то хвал, конечно. Ну, да. Хорошо. Давайте мы перейдем, Артем, к вам теперь. Хотелось бы узнать ваше познание в канадском хоккее. Вы за кого болеете? К сожалению, спортом я интересуюсь. Кто ваш любимый хоккеист? Спортом я интересуюсь, к сожалению, меньше, чем валюта. Ну, судя по вашей сделке, вы настоящий канадский профессионал, а не любитель. Ну, если интересуют перспективы дальнейшие, которые можно еще раскрыть… По канадцу. Да, все верно, по канадцу. Я считаю то, что, как я отмечал вчера, эта сделка больше интересна нам долгосрока. Сейчас мы наблюдаем снова откат от тех локальных хаев, которые удалось достигнуть в рамках вчерашней торговой сессии. И считаю то, что это самый настоящий подарок для тех, кто промедлил вчера. То есть можно подключиться к сделке сейчас и рассчитывать на то, что пара все-таки идет выше уровня 1.30. Если бы вы действительно были канадский профессионал, вы бы все дни открывали сделки по канадцу. Кстати, я не знаю, был ли в программе, я обязательно у нее спрошу, а такой эксперт, который бы не заморачивался разными инструментами, а играл бы по одному. Кстати, я такой бы, ну ладно. Вот хотелось бы что еще у вас спросить. Собственно, канадский доллар. С каким плечом на Форекс вы работаете? Ваше любимое плечо. У меня есть собственное предпочтение. Это 1 к 10. Я стараюсь в совокупной загрузке, даже если, скажем, в моем портфеле нескольких инвестиционных идей, не допускать максимальной загрузки. Вы знаете, я с вами полностью солидарен. В прошлом, в далеком прошлом, мое плечо десятый. Десятка тоже была любимая. Потому что это больше, с одной стороны, то есть как бы есть определенная... Потому что волатильность небольшая все-таки на Форекс, если мы без плеча заходим. А как бы есть ставка на волатильность, на волатильности вы можете заработать. С другой стороны, но это не чрезмерно рискованно. Все верно, я согласен. Тем более, что волатильность по паре USDCAD, она обычно без новостной поддержки совершенно незначительная. Но, учитывая то, что речь идет о Форексе, самом, наверное, подвижном проявлении финансовых рынков, нужно использовать те инструменты, которые направлены на хоть какую-то страховку. Это контролировать риски. Кстати, возвращаясь к канадцу. Вы знаете, почему его назвали «Люней»? К сожалению, нет. Изначально, я думал, «Люней» — это лунатик. Ничего подобного. Это такая птичка, которая изображена на купюре была. Хорошо. Давайте теперь переметнемся из Канады. Последуем за известным деятелем Марком Карри, да? Кажется, да? Да. Вот. Главой Банка Англии. Мы последуем за ним из Канады, Великобритании. Собственно, вы, наверное, в футболе все-таки понимаете не меньше, чем в хоккее, потому что вы увлекаетесь не только канадцем, но и британцем. Сегодняшняя сделка, которую я хочу предложить вам, уважаемые трейдеры, предполагает продажу британской валюты против доллара. И, собственно, эту сделку можно приурочить к очень важному событию, которое уже состоялось несколько часов назад. Это публикация данных по инфляции. Вообще, те, кто следит за фунтом, наверняка со мной согласятся, что этот инструмент уже давно сохраняет с собой статус одного из самых главных аутсайдеров рынка, даже несмотря на тот рост, который мы видели в последние дни. Причин для продажи фунта фундаментально очень много. Это можно проводить разбор полетов, начиная от статистики и заканчивая фактом второго раунда переговоров по Брэкзиту, которые чреваты рисками неопределенности и осознанием того, что очень много трудностей на этом пути. Очень много трудностей придется свяжить еще и Англии в процессе согласования более-менее оптимальных условий выхода из состава Еврогруппы. Эти трудности дадут о себе знать через снижение курса британской валюты. Что касается статистики, я на нее, как уже отметил, делаю особый акцент, потому что у нас есть еще и резонанс целой кучи фундаментальных событий позапрошлых недель. Это активность в сфере услуг, промышленности, строительстве, исключительное снижение, исключительный спад, которые создали такой же фундамент ослабления и снижения темпов экономического восстановления. Вот инфляция, она гораздо интереснее сейчас, поскольку вышла за пределы 2,5% уже очень давно, сейчас находится на многомесячных максимумах. К сожалению, у меня не было возможности посмотреть за фактической цифрой, но я думаю, что уже инфляция перевалилась за 3%. Это важный контраст с динамикой роста заработных плат, которые очень сильно отстают от роста инфляции. И получается то, что если инфляция, разумеется, выше роста заработных плат, это крест на потребительской активности, на доходы к домохозяйству и крест на будущих темпах экономического восстановления. Поэтому, резюмируя то, что я сказал, фундамент крайне негативный, есть еще и предпосылки с чрезмерной перекупленностью сейчас фунта, есть еще и политические риски, поэтому я предлагаю, невзирая на то, что фунт уже очень неплохо ослаб по факту отчета, поставить на дальнейшую коррекцию, и то, что пара фунт-доллар уйдет ниже отметки 1,27 или даже 1,26. Ну, в принципе, то, что вас может поддержать, это какие-то новости по переговорам по Брэйзиту, где, возможно, кстати, вы, я не знаю, это оговорка по Фрейду была, назвали Великобританию Англию уже, дело в том, что ни Северная Ирландия, ни Шотландия, пока еще, по-моему, даты референдумов-то по выходу не называли. Вроде бы как. Ну, я думаю, надеюсь, Уэльс не выйдет, иначе тогда должен звать принца Уэльского, а оно как бы уже будет недействительным. Ну, что же, в общем, британский футбол, как вы к нему относитесь? За какую команду болеете, кого поддерживаете, каких игроков знаете? Ну, знаю клуб Челси. Он имеет отношение? Роман Аркадьевич? Конечно. Знаю этот только. Ну, хорошо. И это главное. Вы знаете, я так подозреваю, если вы будете менять валюты каждый раз, не так уж многое осталось. Я предлагаю с вашим Лизави и с Вячеславом мы пари, может быть, заключим как бы в таянии, да? Какая будет следующая ваш торговый инструмент? А касательно Вячеслава, поскольку Вячеслав хоть играет по разным инструментам, но практически по одному, пока вот два раза, да? Три еще попытки есть. Посмотрим, посмотрим, как будет. Ну, вы ставите, пока ставите на падение российского рынка, что, в принципе, верно. И вы будете в основном, как бы, ориентироваться именно на российские инструменты? Посмотрим, быть может, мы рассмотрим и какие-то валютные пары. Я не зря это спросил. Да? Когда вы фундаменталист, как бы все ясно, вы анализируете, там есть, мы еще подробнее поговорим, сортируем на эту тему, там, топ-даун и ботом-ап, да? Я не имею в виду, там, про посуду, да? Я имею в виду про подход к анализу сверху вниз или снизу вверх. Когда технический анализ, вот здесь, с выбором инструментов, как? Сложнее? Да, в принципе, нет. Но, опять-таки, если мы рассматриваем какую-то, ну, индивидуальную... Вы все равно выбираете по фундаменталке его или по технике? Совокупность факторов. Мы смотрим, если там мы привали... Совокупность факторов ни о чем не говорит. Должны быть приоритеты выставлены. По технике можно торговать валютные пары, но большинство... Я имею в виду выбор инструмента. Выбор инструмента? Выбор инструмента. Понятно, что вы можете торговать и по технике, потому что есть торговые роботы, которые только на технику... Есть торговые роботы, которые на новости заряжены, мы это знаем. Но с выбором инструмента как будет? Вот есть профессионалы, которые роботов этих делают, потом делают роботов, которые контролируют роботов, а потом делают тех роботов, программируют, которые контролируют контролирующих роботов. Вот здесь есть такая система, которая позволяет вам сделать именно отбор инструмента по технике? И на каких параметрах она основана? Ну, какого-то алгоритма, какого-то торгового робота и так далее у меня нету лично, но они, естественно, присутствуют в рамках. Ну, если вы на российском работе, рынке он и не нужен. Он и не нужен, да. Там сомнические инструменты доставлены, так, как и на Форекс. Просто инструменты, которые достаточно техничные, да, это золото, оно очень техничный инструмент, то есть его можно торговать. Это, ну, понятно, голубые фишки нашего российского рынка. Те же индексы РТС тоже достаточно техничные. Мы наблюдали вот консолидацию, сейчас последующий выход, сейчас опять обратная коррекция. То есть, ну, а среди валютных пар это доллар-рубль, в принципе, достаточно техничный, на мой взгляд, опять-таки. Потому что некоторые так не считают, но она сейчас стала достаточно техничной. Спасибо вам огромное, Вячеслав. Спасибо вам огромное, Артем. Итак, прошел наш второй раунд, второй период или второй тайм, как хотите. Я надеюсь, что будет еще и дополнительное время, а может быть и пенальти. Итак, Вячеслав Абрамов, главный инвест-консультант финансовой группы БКС, сегодня у нас играл за фундаментал. Ну, а Артем Геев, ведущий аналитик инвестиционной компании A-Markets, представлял фундаментал. Да, извините, я перепутал. Но, неважно, спасибо вам огромное, друзья, что вы пришли сегодня в студию. Наша программа продолжается. Счет, напомню, 1-0. Идут техники.